Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Гордость без предубеждения. Детищу Лобановского футбольному клубу «Динамо» 90 лет. Стволы без правил. Почему боевое оружие без проблем можно купить в интернете? Финал Евровидения. Зашкаливающие расходы, скандалы на красной дорожке и за ее пределами. Киевскому «Динамо» 90 лет сегодня. Для тех, кто любит футбол, несмотря на наличие успехов или поражений, для тех, кто любит футбол за процесс, это настоящий праздник. Кто поздравил сегодня подопечных Валерия Лобановского и как отметили день рождения клуба, узнаем от Александра Васильченко. На этих архивных кадрах первый состав киевского «Динамо». Сегодня клубу исполнилось 90 лет. В 20-х команду формировали из столичных футболистов практически год. Вскоре спортсмены громко заявили о себе. Но амбициозный план «Динамо» перечеркнула Вторая мировая. После победы футболисты снова вышли на поле. 22 червня 1941 года на честь открытия нового стадиона в Киеве, мав відбутися матч. То почалась война. Протягом 24-х років декому вдалося зберегти памятні квитки. І сьогодні володя цих квитків проходять на стадион як почесні болельники. За 90 лет на футбольном поприще у «Динамо» были і победы, і поражения. Новые кубки, новые имена. В активе клуба 60 титулов. Среди них 25 советских, 32 украинских і 3 міждународних. Целой эпохой для «Динамо» стал легендарный тренер Валерий Лобановский. Под його руководством «Белосинний» за три срока його работы в клубе завоевали 28 трофеїв. Із них 13 золоті медалі, 9 кубков страны, 3 суперкубка і стільки ж еврокубков. Перша команда – це «Динамо Київ», де в різні годи прийшлося грати, прийшлося тренировати. І, звісно, без команди «Динамо Київ», без той атмосфери, которая була заложена моими предшестниками, я навіть себе не представляю, де і як я б мог проявити свій творчий потенціал. «Юбилейная дата для «Динамовцев», – говорит вице-президент УФА Григорий Суркис. Праздник со слезами на глазах. В этот день, в 2002 году, не стало легендарного наставника «Белосиних». Совершенно символично, что сплелись в один день два события, одно из которых очень – событие в скорби, уход из жизни в 2002 году. Валерия Лобановского, такое впечатление, что это было только вчера. С другой стороны, рождение всенародно любимого клуба. Радость от побед любимого клуба, горечь от неудач и скорб утраты великого тренера, который на протяжении десятилетий создавал команды, которые блистали. С благодарностью футболисты относятся и к своим болельщикам. За долгие годы, подчеркивает президент клуба Игорь Суркис, для болельщиков команда «Динамо» стала символом мастерства и воли к победе. Это, я считаю, гордость для наших болельщиков. Огромное им спасибо за все годы, которые они были вместе с командой. И, надеюсь, и будут вместе команды. Футбол – вещь непредсказуемая. Команду надо уметь поддерживать и в хорошие времена, и в плохие времена. Наши болельщики умеют это делать. Спасибо киевлянам, украинцам, которые поддерживали команду столько лет. Желаю клубу процветания и новых трофеев. Поздравили с юбилеем «Динамовцев» все президенты независимой Украины. Глава государства Петр Порошенко поблагодарил клуб за радость, которую он приносит любителям футбола. Верность традициям и патриотизм. А также пожелал «Динамовцев» новых имен и ярких побед. Александр Васильченко, Никита Исайко. Подробности – телеканал «Интер». И снова нападение на офисы ОПА-блока в городах Каменска и Кривой Рог. Неизвестные сожгли две приемные этой политсилы. В общей сложности за текущую неделю поджигали три раза. 11 мая в Днепре было совершено аналогичное нападение. Как эти инциденты трактуют политики, узнавали наши корреспонденты. В Каменском на улице Алексея Сокола и в Кривом Роге на улице Мелешкина подожгли офисы оппозиционного блока. Все произошло этой ночью. Неизвестные действовали по уже отлаженной схеме. Принесли шины, облили их горючей смесью и подожгли. Огонь охватил все помещение. Повреждена офисная техника, мебель. Полиция открыла уголовное производство по статье «Поджог». Буквально несколько дней назад, 11 мая, поджог произошел и в Днепре. К офису оппозиционного блока подбежали трое неизвестных. Действовали по той же схеме. В политической силе уверены, так партии мстят за 9 мая, когда на парады вышли тысячи украинцев с портретами своих предков, которые героически погибли во время Второй мировой. А также за последовательную позицию партии, выступающей против курса нынешней власти. Теористические акты, которые можно осматривать как месть за то, что вышло очень много людей протестующих. Это была своего рода форма протеста против стремления переписать историю. И это был и ответ вот этих радикалов как раз произошел по нашим офисам. Молчат за то, что пострадали полицейские. И более того, быстрое увольнение руководителей полиции в власти города, оно очень удивительно, поскольку, когда произошел, допустим, расстрел правоохранительных княжичей, это резонансное убийство в центре Киева, то никаких кадров выводов делано не было, а здесь быстро сделано. В любом случае, нас с подобными акциями не запугать, и мы будем дальше продолжать противиться попыткам переписать историю, что сейчас делается ввода националистам и радикалам. И будем проводить линию на то, чтобы объединять страну, а не устраивать подобные раскалывающие общества акции. В оппозиционном блоке и поджоге офисов, и недавние нападения на депутата от этой политической силы называют террором. При этом городские власти на беспредел закрывают глаза, развязывая преступникам руки. В связи с этим партия обратилась к иностранным представительствам и правозащитным организациям с просьбой поддержать политсилу и передать огласке противоправные действия праворадикалов и националистических сил. Ольга Иванченко, Юрий Красновский, подробности, телеканал Интер. В Харькове задержали банду, которая производила и сбывала огнестрелы. Дельцы скупали разрешенные виды пистолетов, и дома на станках переделывали их в боевое оружие. Почему в течение года они легко продавали его через соцсети? И кто прикрыл лавочку, расскажет Светлана Шекера. За бандой, торговавшей оружием, Служба безопасности Украины охотилась уже давно. И вот в конце апреля одного из курьеров задержали на украинско-российской границе в международном пункте пропуска Щербаковка. Мужчина ввез в Россию два боевых пистолета Макарова и 11 травматических пистолетов. Дальше по ниточке вышли и на остальных участников банды. До вклада злочинного угруппования сходили близко 20 участников в разных регионах Украины. Организатором был местный из Харькова студент в одного из лучших начальных закладов. Злоумызники подшилкували покупателей через интернет, для чего створили сторинку в одни российских социальных мереж. Подозреваемые в течение года скупали в Украине и за границей. Стартовое, сигнальное и травматическое оружие. Затем у себя дома переделывали его в боевое. Задержали торговцев в Харькове, в оживленном месте, на Южном вокзале. Руки назад! Руки за стену! Дальше провели еще два десятка обысков в Харькове, Киеве и Николаеве. Есть, пошли! Посмотрели, на высшем! Один из преступников, по рассказам соседей, забаррикадировался в квартире и выбросил из окна незаконно переделанный боевой пистолет. Сейчас, в общем, вылечено щепу на 35-е дни сброя, яка была процессована для стрельбы боевыми патронами. Через них автоматы Калашникова, пистолеты Кулинахи, Косоевская, Скорпионки, пистолеты Макарова и СССР. Станции, обладание для кустарного выготовления элементов в огнепальной сброи и боевых наборах. Двое организаторов группировки уже в СИЗО по подозрению в контрабанде. Им грозит до 12 лет от тюрьмы. Остальные будут отвечать за незаконное обращение с оружием. Связлана Шекира, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интерхарьков. Канал поставок оружия и боеприпасов из зоны АТО пытался наладить житель Запорожской области. СБУ задержало его в одном из сел во время попытки продать так называемую пробную партию. Два автомата Калашникова с полным боекомплектом за 82 тысячи гривен. Покупатель и несостоявшийся оружейный барон попытался найти среди авторитетов криминального мира. А вот кто поставлял оружие из зоны боевых действий, еще предстоит выяснить следствию. Задержанному сейчас грозит до 7 лет лишения свободы. Более 50 раз боевики открывали огонь из тяжелого вооружения по позициям украинских военных за минувшие сутки. Одной из самых горячих точек сейчас это Светлодарская дуга. Боевые действия не прекращаются здесь уже более суток. Все подробности узнаем от Руслана Смещука. Позиции на Светлодарской дуге относительно недалеко от оккупированного Дебальцева. Одна из самых горячих точек зоны АТО. Последние сутки стрельба тут не утихает. Так стандартно какого-то расписания боев мы не наблюдаем. Ну по утрам бывает они как бы просыпаются желательным доброго утра. Это может своеобразно. Ну это стандартный прострел идет. Стреляют по украинским позициям в основном из тяжелого оружия. Вокруг блиндажей и окопов десятки воронок и остатков прилетающих снарядов. Вот СПГ прилетело. Вот БМП один. Стреляли по нам. Вот были крупнокалиберные колометы. Где-то ближе к обеду начали работать уже минометы. Минометы. Чула машина, БМП выезжала. Нас ведут на передовые позиции. Тут я встречаю одного из самых молодых воинов АТО. Контрактнику Владимиру всего 18. Парень рассказывает специально дожидался совершеннолетия, чтобы уйти на фронт. На день народжения подписал контракт сразу. Пошел в военкомат, подписал. Три недели в учебке побыл и сразу на передовую. Почему? Помогать хлопцам. Лишний человек не помешает. Укрепления противника тут находятся настолько близко, что оператору, Вадиму Ревуну, удается снять окапывающихся пехотинцев противника. Они там что-то копают. Они там постоянно копают, укрепляются. Внезапно, неподалеку от нас, разрывается снаряд. О, смотрите, иди снимайте. Глупы на светляком. А на что вы нацелу, бля? На водках же просто. Ну не просто так кошмарить, одиночными. А еще такие обстрелы часто используются для отвлечения внимания. Когда вызывается бой, нас ду... И как раз под шумок работает снайпер. Как раз на крупный пулемет. Нас уводят с передовых позиций. Оборона Светлодарской дуги продолжается. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер. И буквально только что стало известно, что на Донбассе погибли 4 мирных жителя. Об этом написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибривский. Полчаса назад боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки. Погибли 3 женщины, 1 мужчина и еще один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Сегодня апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ об аресте заместителя городского головы Харькова Татьяны Авинниковой. Чиновницу, которая в мэрии занимается вопросами градостроительства и земельных отношений, подозревают в пособничестве незаконном завладении земельными участками. Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук назвал ее одним из вероятных членов преступной группы, задействованной в так называемой кооперативной схеме. По данным ГПУ, харьковские чиновники в течение 2008-2014 годов создали более 90 жилищно-строительных кооперативов, которым бесплатно выделили более 650 гектаров городской земли. Фактически, учредителями этих кооперативов были лица из близкого окружения мэра города Геннадия Кернеса. Участки эти перепродавались по коммерческим ценам. В результате городской бюджет потерял более 4 миллиардов гривен. И именно Татьяна Авенникова способствовала завладению земельными участками. В частности, площадью более 25 гектаров, чем нанесла убытки на почти 129 миллионов гривен. Позавчера Киевский апелляционный суд постановил взять Татьяну Авенникову под стражу с возможностью внесения залогов 30 миллионов гривен. Сейчас чиновница находится на свободе, она в Харькове. Она даже, кстати, не отстранена от должности. Если до вторника залог не внесут, ее арестуют. В мэрии эту ситуацию не комментируют. Адвокат Авенникова назвала решение суда давлением со стороны Генеральной прокуратуры. И еще одно задержание за взятку. В Запорожье на горячем поймали преподавателя одного из местных вузов, который обложил данью студентов. Классическая схема. Успешную сдачу экзаменов педагог оценил в 500 гривен с каждого. Один из учащихся не выдержал, пожаловался в полицию. Задержали доцента прямо в родной аудитории. Сейчас проводят обыски. И за подобное задержание в Одесской области здесь взяли главу Килийской райгосадминистрации Виктора Грекова вместе с его сообщницей, главным специалистом этого ведомства. В прокуратуре сообщают, что чиновники требовали более 2000 долларов у жителя города Вилково за продление договора аренды двух гектаров земли. Во время получения части этой суммы женщину задержали, вторая часть денег якобы была обнаружена в кабинете главы райадминистрации. Сейчас оба госслужащих задержаны, открыто уголовное производство, им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. В Харьковской области разгорается скандал вокруг нефтегазовых площадок. Месторождения, которые когда-то находились в зоне влияния бывшего главы Минприроды Николая Злачевского, переходят под управление людей из окружения Арсена Авакова. В области активизировались сразу два новых предприятия по добыче газа. Залог их стремительного успеха, по данным интернет-ресурса «Медиаолигарх», в близости к депутату от Народного фронта Игорю Котвицкому, которого называют креатурой главы МВД. В последнее время Злачевского, собравшего под свое крыло крупнейшие газодобывающие площадки страны, преследует череда скандалов. В частности, вокруг «Ютекс» «Нафтогаза» компания на днях лишилась шансов начать эксплуатацию сразу двух газоносных площадей. Но добиться оформления спецразрешений на пользование недрами двух площадок, Южно-Кисовской и Мурафинской, обе, к слову, они находятся в Харьковской области, этой компании не удалось. Формальная причина – проблемы с документами. Реальную же можно проследить, изучив список учредителей победивших компаний. Цепочка основателей «Укргазвыдобывание» и «Нафтогазэнергопрома» ведет к официальному помощнику народного депутата от Народного фронта Игоря Котвицкого, доверенного лица Арсена Авакова. Пока в Харькове разгорается коррупционный скандал, в котором фигурируют первые лица МВД, действия их подопечных в столице признаны незаконными. Напомню, судья Соломинского суда Виктория Китюк обратилась в Высший совет правосудия. По ее мнению, патрульные безосновательно задержали ее и надели наручники. Суд поддержал это ходатайство и признал копов виновными. Банды Нью-Йорка и не только. В рамках масштабной полицейской операции в Соединенных Штатах задержали почти полторы тысячи человек. Как долго их заманивали в ловушку и кто пытался помешать? Все детали узнаем от Дмитрия Анопченко. Эту новость американские СМИ дали с пометкой «Молния». Самые опасные преступники страны из крупнейших банд задержаны силовиками. Десятки из них – участники криминальных группировок. Американская миграционная и таможенная полиция мобилизировала все свои ресурсы. Операция длилась шесть недель. Количество задержанных – 1378 человек. Большинство арестов произошли в Нью-Йорке, Атланте, Нью-Йорке и Хьюстоне. Мы сутками патрулировали окрестности больших городов в рамках масштабной операции по поиску членов банд. Силовики рапортуют. Восемь арестованных принадлежат к бандитской группировке МС-13, прозванной Мара Сальватручча. Именно эта банда по всей Латинской Америке крышует проституцию и занимается вымогательствами. Двум десяткам тех, кого сейчас накрыла облава, вменяют сексуальные преступления. В отличие от прошлых лет, когда все задержанные оставались отбывать срок в американских тюрьмах, а многие так и вовсе выходили на волю, кто по амнистии, кто из-за бюрократических проволочек. Сейчас их стараются сразу же депортировать в страны, откуда они родом. На специально созванной пресс-конференции становится понятно. Сотни задержанных в розыске еще со времен Обамы, но политической воли зачистить страну не было. Не ошибусь, если скажу, мы еще не закончили. Мы четко нацелены и будем активно вылавливать их, где бы они ни были в Соединенных Штатах. Громкие цифры все телеканалы процитировали. Как-никак, почти полторы тысячи арестованных. Но если разобраться детальнее, становится понятно, не все так просто. Не все из них бандиты. Почти 300 человек арестовали только за незаконное пересечение границы. Проступок, на который при прошлой администрации смотрели сквозь пальцы. И очень похоже, что происходящее не столько попытка зачистить страну от криминала, сколько стремления показать Америке, Дональд Трамп выполняет свои предвыборные обещания, ключевым из которых как раз и было остановить поток мигрантов. По официальной статистике, на границах Штатах сейчас действительно спокойнее. Но противники нового президента и тут нашли выход, как сорвать его планы. Появилось движение «Ангелы без границ», которое помогает закрепиться в США. Те, кто стремится в Штаты, теперь организованно просят политического убежища. Есть основания, нет. Оснований все равно. Раз заявление подано, пока в убежище не откажут, можно законно находиться в стране. А там видно будет. Они не сдадутся. Они предпочитают остаться тут и быть свободными, чем возвращаться домой. Полстраны теперь искренне считают, что в Соединенных Штатах должно быть место для мигрантов. Полстраны искренне уверены, что те, кто так пытаются сюда попасть, через время попадут в криминальные полицейские сводки. И в отношении этой проблемы сейчас, как и во время выборов, Америка опять разделена. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Вирус-вымогатель. Крупнейшая за последние несколько лет кибератака. Сотни тысяч компьютеров по всему миру подцепили заразу. Программа шифрует данные и требует перечислить выкуп за их расшифровку. Что делать, разбирался Алексей Пшемызкий. Вон окрай. В переводе «хочу рыдать». Так называется вирус, поразивший сотни тысяч компьютеров в 99 странах мира, в том числе и в Украине. Он заражает ПК через электронную почту, в сообщениях о предложении трудоустройства, выигрыша приза или просто в письмах с незнакомых адресов. Открыв их, пользователи увидели, что все данные зашифрованы. И чтобы компьютер заработал вновь, злоумышленникам необходимо перечислить 300 долларов в интернет-валюте биткоин. Если не заплатить, вся информация пропадет безвозвратно. Больше всего пострадала Великобритания. Вирус парализовал работу более 40 больниц. Программа «Вымогатель» заблокировала доступ к карточкам пациентов. Они отменили мою операцию из-за сбоя компьютеров. Это возмутительно. Нам сказали, что там какой-то вирус, вымогающий деньги. По словам министра внутренних дел Великобритании, больницы стали легкой добычей из-за устаревшего программного обеспечения. Мы уже давно рекомендовали больницам прекратить использование Windows XP. Наши больницы не были главной целью злоумышленников. Это международная атака. В Испании вирус затронул крупнейшего оператора связи телефонника. А в Германии программа заразила компьютеры Deutsche Bahn. Здесь столица ЕС Брюсселя о серьезных последствиях вируса для работы европейских учреждений пока что не сообщают. Однако этого можно ожидать в понедельник после окончания выходных. Пока что же все пытаются определить источник происхождения программы «Вымогателя». Накануне беглый сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден заявил, что вирус создан на основе шпионских программ Агентства национальной безопасности США. В прошлом году их коды похитили российские хакеры. Тем не менее, Россия также оказалась под ударом вируса. Американские спецслужбы уже предложили помощь в борьбе с программой «Вымогателем». Правда, пока только компаниям и учреждениям США. Из Брюсселя Алексей Пшимыский, Иван Ермаков. Подробности – телеканал «Интер». Сегодня финал Евровидения. Огромное количество почитателей этого конкурса проводят часы. Вот эти последние в предвкушении они делают ставки. Следит за финалом, конечно же, будет и мэр Киева Виталий Кличко. Сейчас он с нами на прямой связи. Виталий, добрый вечер. Как оцениваете подготовку к конкурсу со стороны городских властей? Что касается организации самого конкурса, по условиям контракта с организаторами, город Киев также взял обязательство перейти 200 миллионов гривен на счет организаторов. Каким образом тратились эти средства, уверен, что проверка будет необходима, чтобы расставить все точки на две. Что касается денег, вложенных в инфраструктуру, мировидение пришло, уйдет. Та инфраструктура, в которую вложил город деньги, остается нам навсегда. И в этом ключе могу сказать, что мы очень постарались, в очень короткие сроки сделали все возможное. И оценку, то, что по станции Левобережная, то, что касается благоустройства территории, и местные жители, и разные общественные организации, дали нам высокую оценку к подготовке города к евровидению 2017 года. Понятно. А за кого болеете? Тяжело сказать. И огромный интерес, кто выиграет. Разные предположения, разные ставки. За кого я могу болеть? Естественно, за исполнителя из Украины. Будем держать кулаки и посылать энергию позитивную. Но самое главное, независимо от того, кто выиграет, та атмосфера, те позитивные эмоции, которые связаны с музыкой, вот так как музыку любят все, эти эмоции должны дальше распространяться, должны точно так же еще иметь резонанс. Поэтому здорово, что Евровидение проходит в Киеве, здорово, что это праздник музыки, и здорово, что мы имеем возможность презентовать наш прекрасный город во всем мире. И не будем забывать, что трансляция финала Евровидения в прошлом году собрала больше 230 миллионов. Колоссальная аудитория и также большое количество людей сможет увидеть Евровидение и видит его из столицы Украины. Спасибо, с нами на связи был мэр Киева Виталий Кличко. Несмотря на такую позитивную оценку к подготовке конкурса, скандалов вокруг его организации в этом году развернулось множество. И победительницу, благодаря, собственно, которой Евровидение сегодня в Киеве Джамалу не пускали на красную дорожку и предлагали прилетать туда на вертолете непонятно за чей счет, и билеты, от которых сначала не хватало, потом вдруг их появилось огромное количество, и гонорары, и стоимость костюмов, которые вызвали, мягко говоря, осуждение со стороны налогоплательщиков. Павлина Василенко напомнит нам, через какие тернии пробивалось Евровидение-2017. Тысячи туристов, десятки артистов и делегаций, несколько арт-локаций и площадок. Киев принимает Евровидение. И картинка из Украины на телекранах всей Европы. На Крещатике в Еврогородке действо для тех, кто в концерт не попал. Бесплатная трансляция на больших экранах и набор традиционных развлечений. Еда, напитки и сувениры. Настроение не портит даже холодная погода. Я рад посетить другую часть Европы, где я никогда не был. Для нас здесь очень дешево. Мне стыдно говорить, но здесь очень дешево. Но достойно не значит спокойно. Ведь за кулиси Евровидения без скандалов невозможно. Украинцы живо обсуждают и стоимость конкурса, и его организацию. К примеру, открытие Евровидения. По красной дорожке прошли все 42 представителя стран-участниц. Но не было украинской победительницы Джамалы. Ее продюсер написал гневный пост. Организаторы оппонировали. Все по регламенту. Не открывала Джамала и первый полуфинал, как планировалось ранее. Украинцы немного удивились. Сама красная дорожка не только самая длинная за всю историю Евровидения, 265 метров, но и самая дорогая. Обошлась в более чем полмиллиона гривен. Именно смета конкурса стала предметом народного обсуждения. Что купили и за сколько. Вначале обсуждали зарплаты ведущих на красной дорожке. За что по 78 тысяч гривен. Потом переключились на украинских артистах. Согласно публикации на сайте Прозора, Джамала за выступление получит почти миллион гривен. Руслана около 400 тысяч. Самый скромный гонорар у Ануки – 45 тысяч. Якость дешевая не бывает. Можно же поехать и на Запорожье, и на Мерседесе. За Джамалой и за этим выступом стоят много фаховцев, которым нужно заплатить. Это гонорар, не артиста. Это бюджет на то, чтобы артист достойно выступил на этом шоу. Но главное, чтобы костюмчик сидел. После гонораров музыкантов публика живо переключилась на наряды ведущих. Ведь троих джентльменов одели почти на миллион. А на само действие во время открытия Евровидения потратили 2,5 миллиона гривен. Эти деньги получило агентство украинского шоумена Андрея Джуджули. Он объясняет, тендер его компания выиграла за 5 дней до открытия конкурса, когда другие 19 участников торгов сошли с дистанции. Сделать все нужно было на вчера, поэтому приходилось переплачивать. Например, одни только гелевые шары с символикой стран-участниц, которые улетели в небо, стоили 80 тысяч гривен. Все делалось в стыслые сроки, и нам нужно было додавать ночную работу, и за то, чтобы штат раздутый у компании, иначе они просто не брались за это. Всего Евровидения по предварительным подсчетам обойдется в 855 миллионов гривен. Половина суммы из госбюджета, 200 миллионов из столичного. Еще 150 миллионов дает Европейский вещательный союз. Все остальное планируют получить от рекламы, спонсорства и продажи билетов. В долларовом эквиваленте это примерно 30 миллионов. Вполне средняя цена за такой конкурс. К примеру, в прошлом году Швеция на Евровидении потратила 43 миллиона долларов. Почти столько же Австрия в 2015-м. Но самое дорогое Евровидение за 64 миллиона долларов провели в Азербайджане в 2012-м. Но не финансами едиными. Украинское Евровидение ознаменовалось и скандалами политическими. Второй полуфинал чуть не оказался под угрозой срыва, когда стало известно, что один из фаворитов конкурса, представитель Болгарии Кристиан Костов, в июне 2014-го выступал в Крыму. Но в СБУ оперативно заявили, в то время еще не было правил въезда на аннексированный полуостров. К тому же сам Кристиан тогда был несовершеннолетним. А вот что касается ситуации с неучастием России, то с ней вещательный союз Евровидения будет разбираться уже после конкурса. Павлина Василенко, Данил Снисарь, Даниль Косаковский, Иван Матриченко. Подробности в телеканал Интер. Буквально через два часа начнется финал, и Европа выберет лучшую песню этого года, и мы поймем, в какой стране пройдет конкурс в следующем году. С нами на прямой связи автор этого материала, Павлина Василенко. Она находится там, на месте. Давайте узнаем, что сейчас происходит на главной площадке конкурса. Павлина, здравствуй, еще раз рассказывай. Добрый вечер, Наташа. Перед сегодняшним большим, или еще как его называют, гранд-финалом, участники репетировали вчера нон-стоп, чтобы стать лучшими на киевской сцене Евровидения. Хочу напомнить, что в финал прошло 26 стран. 20 из них попали в финал во время полуфиналов, полуфинальных отборов, которые были 9 и 11 мая. Украина в финал попала автоматически, как победитель прошлогоднего Евровидения. Ну и 5 стран-организаторов Евровидения попали тоже в автоматический финал. Это страны Франция, Германия, Британия, Испания и Италия. И, кстати, еще вчера букмекеры прогнозировали победу представителю Италии, Франческу Габани. Но уже сегодня, как бывает, это судьба, наверное, их прогнозы кардинально изменились. И теперь их фаворит португалец Сальвадор Сабрал, а итальянец уже идет вторым. На третьем месте болгарин Кристиан Костов, на четвертом представительница Бельгии Бланш, а замыкает топ-5 харизматичный голубоглазый швед Робин Бергстон. А скажу, что нынешнее Евровидение, как отмечают музыкальные критики, ознаменовалось большим количеством баллад о любви. Вполне вероятно, что такая лирическая песня и станет победительницей. Что касается украинских участников рок-группы Оторвальд, то букмекеры пока разместили их на предпоследнем 25-м месте. Кстати, перед началом нам удалось пообщаться с людьми, которые пришли на концерт, и вот каковы их прогнозы. На Евровидение мы приехали специально из Бразилии. Атмосфера здесь просто супер. Болеть будем за Франческо Габбана из Италии, но пусть победит сильнейший. В этом году это единая рок-песня, за которую в любом случае проголосуют те, кто любит рок-музику в всей Европе и Австралии. Проте я думаю, что если Оторвальд посадит где-то в 13-15 месте, то будет очень хороший результат. Хочу еще отметить, что сегодня во время гранд-финала возле Международного выставочного центра, где он проходит беспрецедентные меры безопасности, подъезды к центру перекрыты, порядок охраняют 10 тысяч полицейских. Ожидается также, что на финал приедут президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко. Еще по поводу изюминок финала. Хедлайнером финала станет победительница Евровидения 2004 Руслана Лыжичко. Она обещает грандиозную премьеру своей песни. И по словам певицы, это будет даже круче, чем дикие танцы. Ну что, совсем мало времени осталось до этого грандиозного шоу и до того момента, когда Европа узнает имя победителя Евровидения 2017. Наташа. Спасибо тебе, Павлина. Это была Павлина Василенко. Я думаю, что сейчас надо отправиться домой следить за финалом конкурса. Если вам это интересно, то давайте делать это вместе, потому что новостей на сегодня больше нет. Я прощаюсь с вами до завтра и хорошего вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова